По данным статистики, 52% учителей покидают школы в первые 5 лет работы. Они готовы стоять за прилавком, заниматься рекламной и даже продавать недвижимость, но только не сеять разумное, доброе и вечное. Большинство образовательных учреждений региона находится в постоянном поиске учителей. При этом чаще всего речь идет о предметниках. Наиболее востребованы преподаватели математики и иностранных языков. Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Об этом в нашем следующем сюжете. Одна из главных причин нехватки педагогов — разный уровень заработной платы в регионах. Например, в Тверской области среднее значение не превышает 23 тысяч рублей в месяц. Совершенно очевидно, что при нынешних ценах этой суммы едва хватит только на минимум продуктов и оплату коммунальных платежей. И, конечно, человек, получивший высшее образование, не захочет работать в таких условиях. Особенно это касается молодежи, которая стремительно уезжает работать в Москву или Санкт-Петербург, где оплата труда значительно выше. Еще один негативный фактор — это, как говорят эксперты, сложный карьерный путь педагога. Нехватка стимулирующих факторов и условий для профессионального роста. Больше всего нас беспокоит то, что не утвержден на уровне России минимальный стандарт учительского труда. И сегодня заработная плата за одну и ту же квалификацию, за одну и ту же нагрузку у нас по России разнится в 5-6 раз. Это несправедливо. Еще одной не менее важной проблемой является большая нагрузка педагогов. Помимо непосредственной работы с детьми, им также необходимо делать колоссальное количество отчетов. И тогда шутка о том, что школа — это то место, где дети мешают учителям работать с документами, становится грустной правдой. Радикально изменить ситуацию в большинстве регионов пока не получается. И это касается не только сферы образования. Но попытки хоть как-то повысить престиж профессии учителя, улучшить условия труда педагогов со стороны управления образования, конечно, предпринимаются. В год педагога и наставника в регионе этой проблеме уделяется особое внимание. Конечно, меры поддержки молодых педагогов, они разные. В первую очередь, это методическое сопровождение и помощь на старте в профессию. Важно погрузить в профессию, показать ее изнутри. Предусмотрена мера поддержки в части определенной стимулирующей надбавки каждому молодому педагогу. Разнообразные меры поддержки, разумеется, способствуют выправлению ситуации. Например, в этом году, 1 сентября, в школу Верхневолжья пришли ни много ни мало 100 молодых специалистов. Но полноценное решение проблемы должно быть комплексным. От повышения престижа профессии, имиджа учителя, до создания действительно достойных условий труда педагога. В том числе, конечно, и размеры оплаты их труда. Субтитры создавал DimaTorzok